Смотрите первыми в программе Утро первых. Скажите сыр. В рамках сельского лета пройдет фестиваль как сыр в масле. Все подробности у наших профи. Как поделить слона? По кусочку. Объединяя усилия властей, бизнес, активистов в рамках какой-то единой стратегии развития. О перспективе развития самого популярного проекта в городе, расскажет Кирилл Гусев в блоге «В поисках крыши». Как по нотам. Пройдемся по Калужским улицам, где жили великие композиторы вместе с утренним гостем. За утреннее настроение сегодня отвечает Дмитрий Петрухин. Итак, друзья, почти середина лета и уж точно середина рабочей недели на календаре. 12 июля мы приветствуем всех в программе «Утро первых». Представляете, по статистике человек в течение жизни тратит примерно 5 лет своей жизни на то, чтобы потреблять пищу. Поэтому, если вы не готовы отказываться от этой статистики, прямо сейчас делайте себе полезный, вкусный, бодрящий завтрак и начнем с новостей. В России может появиться отцовская карта. С таким предложением выступили в Госдуме. Планируется, что это будет некий аналог пушкинской карты. На нее ежемесячно будет начисляться 2000 рублей. Средства можно будет потратить на поход в кино, парк, детское кафе или аттракционы. Идея призвана повысить роль папы внутри семьи. Сейчас такая инициатива обсуждается в Государственной Думе. Роскосмос ищет новых космонавтов. Шанс есть у всех, кто моложе 35 лет. Однако нужно соответствовать требованиям, предъявленным к претендентам. Основной из них – это хорошая физическая подготовка, знание английского и опыт работы по специальности. По итогам конкурса планируется отобрать несколько кандидатов, которые пополнят ряды Роскосмоса. К слову, за последние несколько лет таким образом стали космонавтами 20 человек. Финишеры забегов Калужского космического марафона этого года получат медаль как напоминание о преодолении себя и прекрасном событии. Сама награда в этом году также уникальна. В центре – Земля, которую можно крутить. Напомним, массовый забег пройдет в этом году 25 и 26 августа. Компании сотовой связи подсчитали, что более 5 миллиардов мобильных телефонов в настоящее время лежат без надобности у людей по всему миру. По словам специалистов, при правильной переработке гаджетов они помогут восстановить золото, палладий, серебро и другие важные минералы на сумму больше 8 миллиардов долларов, а также обеспечить достаточное количество кобальта для производства аккумуляторов на электромобиле. В сети появился трейлер фильма «Мастер и Маргарита». Это работа режиссера Михаила Лошакова по одноименному роману Михаила Булгакова. Согласно сюжету, писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его. Главные роли достались Августу Дзилю, Евгению Цыганову и Юлии Снегиль. Премьера запланирована на 25 января 2024 года. Продолжение следует... Вы наверняка слышали о замечательном проекте под названием «Сельское лето в Козельске». Так вот, друзья мои, 15 июля в рамках этого замечательного праздника пройдет сырный фестиваль «Как сыр в масле». Вот так вот, в Козельске сыр уже созрел до отдельного фестиваля. И сегодня у нас в гостях авторы и организаторы этого замечательного праздника Иван и Мария Казимир, сыровары, самые настоящие у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Ну, знаете, собственно, Калужская область, вообще сыроковой регион, мне кажется, уже обрастает какими-то своими традициями сыроварений. То есть столько много сыроваров, и пока мы успели пообщаться за кулисами, выяснилось, что вы с 2016 года занимаетесь сыроварением. То, что много сыроваров, это очень хорошо. У людей есть выбор, и всегда качество будет в почете у всех. Поэтому это замечательно, что есть так много людей. Чудесный фестиваль «Как сыр в масле». В этом году он пройдет впервые. Да. Нас, в общем, сподвигли на этот шаг администрация Козельская. Просили, не хотите ли вы. Мы так посомневались, они говорят, мы поможем, мы поддержим. И мы, в общем, шагаем бодро в этом направлении. Осталось два дня, и все состоится. Да. А что состоится? Давайте рассказывать нашим телезрительным, чтобы они, может быть, присоединились к этому замечательному празднику. Да, будет торговля, выездная, будут мастер-классы, будут разные развлечения для гостей. Да, программа расписана довольно обширная. Местные творческие коллективы будут выступать. Музыканты из Калуги приедут, ребята. В общем, мы будем... Начало в 15.00, и до 20.00 мы будем под жаркие ритмы гитары зажигать. Фестиваль пройдет одним днем, 15 числа непосредственно. А вы сказали, что это не совсем Козельск, где-то на удалении. Это недалеко от Козельска, 10 километров, в сторону села Покровск, на территории нашей Саравани. А где и как можно узнать подробнее непосредственно о программе и как место определить? Очень много информации на сайте ТИЦ «Калужский край», очень много информации у нас в группе ВК. Наверное, все. Недаром я обратил внимание на то, что только недавно у нас появилась такая традиция варить сыр на территории Калуги. Не было таких вот крепких традиций сыроварения. Или я ошибаюсь? На самом деле в селе Нижний Плюске еще в 19-м веке варили сыр. Так что это просто немножко утерянная традиция. На самом деле здесь все было. Какие сейчас сыры на территории сырокового региона производят? Я думаю, очень много. От белой плесени до твердых, супертвердых сыров. И что примечательно, есть компании, которые находятся здесь, в Калужской области, и у них есть Гран-при России, как лучший сыр России. То есть у нас здесь достаточно хорошо. Наша сыроварня тоже представлена лучшими медалями на Всероссийском сырном фестивале, лучшие сыры России. Поэтому мы регулярно встречаемся с нашими коллегами из Калужской области, в частности, и на Всероссийском сырном фестивале. Поэтому это же здорово. Конечно, здорово. А какие сыры у вас производятся? У нас довольно обширная линейка. Мы работаем в основном от мягких до твердых длительного срока созревания. От 6 месяцев и выше годовалые, двухгодовалые сыры. Такие уже с правильной текстурой, с крошливой, с лактозным камнем. Это молодые сыры линейка. Десертная линия на сыре рикотта мы готовим. Вот, поставляем нашу продукцию уже в супермаркеты, в федеральные сети представлена наша продукция. Я слышал то, что в Швейцарии есть отдельные банки, где хранят не деньги, а пармезан. Есть такое, да. Есть ли у вас отдельный тайничок, куда вы складываете сыр, который не хотите никому отдавать? У нас тайничок, конечно, есть. И там лежит тот самый сыр. Но это нельзя назвать банком сыра. Там, конечно, тысячелетиями, столетиями, то есть, то ли складывалось, поэтому все так немножко... Да, мы будем к этому стремиться. Нам уже как сыроварам 7 лет, поэтому мы на этом пути движемся. Сыр, которым вы вот прям гордитесь. Ну, технология вы изготовления очень сложная. И вот вы, допустим, в 2022 или 2023 году освоили ее, и теперь вот гордо можете сказать, что да, у нас не хуже, чем во Франции, обрадом говоря. Трудно сказать, у нас очень много сортов сыра и очень много наград практически за каждый из них. Поэтому говорить какой-то, что это самый лучший. Есть авторские вещи, которые мне очень удивляются, как правило, наши покупатели, гости сыроварни. Вот. И такие вещи, они делаем только мы. Вот, в частности, здесь вот на досочке представлена одна из этих вариантов. Это все ваша продукция. Из этих вариантов, да. Это наша продукция, здесь разные сроки выдержки. Вот, начиная от молодого сыра, вот, четырехнедельный, минимум для полутвердого сыра, созревать четыре недели и до двенадцати. Вот, в частности, уже двенадцатинедельный сыр. Соленцовский, вот, один из лучших, тоже имеют медали. Вот этот Покровский сыр, он становился неоднократно золотым призером Всероссийского сырного фестиваля. И первый раз мы взяли за него золото, когда мы еще были квартирными сыроварами. Так, 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 подробнее об этом. Иван отважился, сказал, поехали на Всероссийский сырный фестиваль. Это был 2017 год, Сергеев Посад, был российский фестиваль сыра. Жюри было международное, мы сдали туда семь вопросов сыра. Из семи образцов у нас было четыре первых места, каждые свои номинации. В том числе и этот Покровский сыр. Но тут-то интересно то, что было сказано, что были квартирыными сыроварами. То есть начиналось все с кухни, с обычной хрущевки, можно сказать, да? Ну, не сказать хрущевка, но кухня была шесть квадратных метров, да? И вот именно оттуда приехал сыр, который взял золотую медаль. И вы поняли, что пора? Ну, мы решили, что мы можем. Мы поверили в свои силы. С 2017 года вы занимаетесь именно на территории 40-го региона сыроварения? С 2019. В 2019 мы построились, наняли персонал и открыли производство здесь в 2019 году. Насколько сейчас это масштабное производство и сколько, ну, килограмм или тонн сыра вы производите в год? Ну, сейчас и так много, но 2 тонны сыра в месяц мы производим. Ну, и не так мало? Ну, хотелось бы больше. Как отличить простому калужанину сыр в магазине, который можно есть, который можно называть сыром? Нужно читать этикетку в первую очередь, а дальше полагаться только на свои вкусовые ощущения. На самом деле, никто никогда не отличит сыр, сделанный на растительных жирах, от сыра, который сделан из обычного молока. Из цельного, например. Да, мы точно это знаем, потому что у нас приезжала съемочная телекомпания, ребят, и мы пробовали делать. Они привозили с собой продукт, который является внутренним жиром, таким напоминающим... Говяжьим жиром. Внутренним говяжьим жиром, напоминающим маргарин по консистенции, отвердительно пахнущая субстанция. Они контрабанды эту штуку покупали, привозили к нам на сыроварню, и мы поставили эксперимент. Мы в двух кастрюльках буквально варили. В одной кастрюльке нормальный сыр, в другой кастрюльке мы варили вот это вот, обезжирив, сначала сняв сливочки. Получается, производитель имеет возможность снять сливочки, продать сметанку, сливки. Потом вот добить жирность вот этой вот субстанции, субстратом этим. И мы получили сыр и в обеих кастрюлях, и мы на слепой дегустации не разобрались. Ни мы, сыровары, ни ребята из съемочной компании, они не смогли установить, где сыр, где вот этот вот субстрат этот, который получился. Единственное, кто у нас догадался, это наша собака, которая у нас является охранницей нашего... То есть она не стала есть вот подделку. Она съела нормальный сыр, а вот это вот она, в общем, закопала в клумбу на черный день себе. Еще раз давайте вернемся непосредственно к фестивалю и напомним нашим телезрителям, куда, во сколько приезжать и что их ждет. Проезжать, не доезжая деревню Слепцово, это там буквально один километр, в чистом поле, мимо нас никто не проедет. Козельский район, да, Козельский район, деревню Слепцово, ориентир. Сыроварня, Калужская, Сыроморье, можно, да, говорить, Калужская, Сыроморье, Иванда Марья. Вот, и история нашего имени такая вот сложная. Сначала мы Ваня и Марья, в общем-то, как нам было называться, да, а потом, когда уже стал вопрос заходить в сети, понадобился товарный знак. Ну, а Иванда Марья уже кому-то принадлежал, поэтому нам пришлось себе уже вот в Калужской области, мы нашли для себя новое прекрасное имя Калужской, Сыроморье. Ну что ж, друзья мои, поэтому Калужская, Сыроморье ждет вас на праздник сыр, как сыр в масле, 15-го числа в Козельском районе. Всю информацию ищите в социальных сетях, мы продолжаем это утро первых. 29 июня у нас прошел завершающий этап исследования «Набережные водохранилища», который мы с коллегами по проекту «Городские детали» начали весной. В течение двух месяцев мы разными методами фиксировали пожелания пользователей набережных, в том числе будущих пользователей, и составили такой большой список, который можно назвать общественным техническим заданием развития этой территории. Теперь было важно понять, что из этого списка может взять на себя городская управа и в какие примерно сроки. В этом нам очень помог городской глава Калуги Дмитрий Денисов, который откровенно и подробно ответил на все наши вопросы. А на самом деле ваши, мы же их только записали и систематизировали. Что мы узнали по итогам сессии? Мне кажется, было очень важно показать, что городские власти – это не какая-то злая сила, которая не дает денег на нормальный проект, нанимает не тех подрядчиков, придумывает не те архитектурные решения и в итоге устраивает на набережные шумные гулянки. Город – это такой же участник процесса развития территории, как и жители, бизнес, спортивные объединения и клубы по интересам. Да, у города гораздо больше ресурсов, но он не всегда имеет возможность направить их именно на благоустройство, потому что есть более срочные и важные дела. А второй момент – этих ресурсов все равно недостаточно, чтобы быстро реализовать все пожелания. Сессия «Вопрос-ответ» еще раз подтвердила, что развитие набережной в Калужских реалиях – это дело нескольких лет, и все изменения будут происходить поэтапно. Около трети пожеланий, например, планируется реализовать в этом строительном сезоне. Причем большую помощь оказывает бизнес, который на набережной уже освоился. Вы, наверное, заметили, что пространство рядом с своим клубом уже стало гораздо более ярким и насыщенным. Мы, пользователи, получили новые функции, а застройщик – спонсор рекламы своего проекта. По-моему, это честный обмен, вся бы реклама так работала. Самые значимые изменения, к сожалению, не столь заметны. И на их воплощение потребуется несколько лет и много-много-много бюджетных денег. Это реконструкция сетей ливневой канализации, строительство бытовой канализации, подъездов, подходов, укрепление технических сооружений, очистка дна водохранилища. На самом деле, это базовый слой благоустройства, самый дорогой. И его придется делать в первую очередь. Так что какие-то пожелания по наполненности набережной новыми функциями нужно будет отложить. А вот продолжать работу на самой популярной части набережной, которая от склона до ВЭЭК станции, как раз можно. Ближе к концу лета гору права будет активно готовить контракты на следующий год. И мы еще раз сверим часы и посмотрим, какие пожелания можно будет учесть. Это, прежде всего, вопросы озеленения, локального освещения, работы точек общепита и косметического ремонта. А еще в этой зоне появится новое большое кафе. Помните, несколько лет назад было популярное место, которое пришлось закрыть по предписанию контролирующих органов. Главной проблемой было как раз отсутствие канализации. И теперь эта проблема решена. И ура, на набережной появится общественный туалет. Настоящий, с водой из крана, почти такой же, как в парке юного зрителя. Это в дополнение к туалетовской регулке. Постепенно будут решаться вопросы с общественным транспортом, пешеходными и велосипедными маршрутами. Это же очень важная тема, потому что сейчас посетители набережной добираются туда в основном на личных авто. А максимум, что способна вместить эту территорию, вот если посчитать по карте, тысяча машин. И все. Дмитрий Денисов рассказал, что рассматривается вопрос об организации остановочного пункта на дамбе. Там есть для этого подходящий карман. А в перспективе даже заезд маршрутного транспорта на набережную. Комфортный пешеходный маршрут появится и через скверголку, пока там отсыпана временная дорожка из асфальтовой крошки. Если подводить итог, промежуточный, потому что планируется продолжение исследования и еще ряд мероприятий, о которых я буду рассказывать в своих соцсетях. Кстати, не забудьте подписаться. Так вот, довольно очевидно, что подарка в виде готовой набережной за много миллиардов рублей, как это случилось в Туле, Казани или Нижнем Новгороде, нам не достанется. Это при том, что размеры у нас не уступают, а то и превосходят коллег. Так что правильный вариант. Есть этого, значит, слоника по кусочку, объединяя усилия властей, бизнеса, активистов в рамках какой-то единой стратегии развития. Может быть, позднее появится и специальная структура для управления общественными пространствами, куда можно будет адресовать все эти запросы. И она может возникнуть как бизнес-проект, как одно из подразделений Горуправы или вообще как некоммерческое объединение неравнодушных горожан. Мы с вами, кстати, тоже серьезная сила и можем помочь прямо сейчас. Если вам интересно заниматься исследованиями, организацией мероприятий, дизайном или введением новостного паблика, напишите мне сообщение, и мы подумаем, как включить вас в команду. Для студентов это неплохая практика и прокачивание всяких полезных компетенций. Ну а если вы не хотите ничего решать, а хотите чилить на солнышке в воды, то я вас прекрасно понимаю. Набережная не случайно так популярна, так что выбирайте время и приходите. А вы, друзья мои, знаете, где и жили композиторы Калуги? Или когда-нибудь отправлялись на музыкальные прогулки с калужскими экскурсоводами? Если нет, то у вас такая возможность теперь появится, потому что вы лично в лицо будете знать героев. Экскурсовод в гостях у нас Елена Ильина. Доброе утро. Доброе утро. Елена, вы составляете необычные маршруты, которые калужане так вот и называют. Музыкальные маршруты. Да, совершенно верно. Моя экскурсия называется «Какая музыка звучала». Ух ты! И именно этими словами Юрия Висбора я начинаю свою экскурсию. Какая музыка звучала, какая музыка была, она ничуть не поучала, а лишь тихонечко звала. Каких композиторов вы перечисляете и рассказываете их историю в своей экскурсии? Ну, в первую очередь, это, конечно, композиторы, которые родились у нас в Калуге. Николай Петрович Раков, сын известного купца, и Серафим Сергеевич Туликов. Я показываю дома, где жили композиторы, где они родились. Экскурсия начинается на улице Воронина, 22, дробь 50. В этом доме родился Серафим Сергеевич Туликов, будущий композитор. А затем мы идем на улицу Театральная, бывшая улица Облупская. Там в доме номер 9 родился Николай Петрович Раков. А вот в доме номер 15 провел свое детство Серафим Сергеевич Туликов со своей мамой. Правда, когда там родился Николай Петрович Раков, улица называлась Облупская. А вот когда там жил Серафим Сергеевич Туликов, она уже называлась Кутузовская. А дальше мы идем к школе номер 5 на улице Дзержинского, 49. Вот эту школу, тогда еще первую трудовую советскую школу в 1930 году окончил Серафим Сергеевич Туликов. Ну, сейчас музыка звучит отовсюду, телевизоры, даже можно послушать наушники, как это делает молодежь. Но у нас необычная экскурсия, на ней звучит музыка. Это как-то? Вы с собой колонку переносли? Конечно, конечно. И, например, у школы номер 5, которую заканчивал первую трудовую советскую школу Туликов, у нас звучит песня «Не повторяйте такое никогда». Ну, для старшего поколения это очень дорогая песня, вызывает бурю эмоций, это воспоминания о детстве. А вот у молодежи, когда они слышат слова «В школьное окно смотрят облака, бесконечным кажется урок, слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок». Так вот это для них тоже становится родным. Уже композитор и поэт Михаил Плицковский, они не ощущаются как какие-то древние. Ведь для всех школьников сейчас уроки кажутся бесконечными. И поэтому вот это произведение в них тоже вызывает отклик. Скажите, а вы когда рассказываете, это идет рассказ о личности, идет рассказ о творчестве или о том, как, собственно, детство, развитие вот непосредственно на этих улочках, именно в этих домах, в этих районах, может быть, в этой школе повлияло на саму личность композитора? Вот скорее последнее. Действительно, как детство повлияло на творчество этих композиторов. Мы ведь потом говорим и о музыкальной школе, в которой они оба учились, и которая теперь носит имя Николая Петровича Ракова, ее выпускника. Вот что-нибудь интересное из жизни, из детства Тулькова, какой-нибудь рассказ, который, ну, точно, мы можем сказать, что повлиял как-то на его творческое развитие. На его творчество. Ну, смотрите, недавно у вас в гостях была экскурсовод Ольга Туркова. Да. Она рассказывала о калужских купцах и говорила о доме Сафронова, купца Сафронова. Так вот, дом Серафима Туликова, где он жил в детстве, находится прямо напротив практически этого дома Сафронова. Ну, и ничего детское не чуждо будущим композиторам. Есть такой случай, что они с мальчишками в детстве набивали ключи порохом, поджигали, и вот это все бросали в стены дома Сафронова. Даже сохранилась эта стена. Происходил взрыв. Ну, все ребята шаловливые. А потом вот этот дом сыграл роль в его жизни очень большую. В этом доме уже в советское время был Турхсин, так называемый, где продавали предметы, роскоши, даже, скажем так, либо за какие-то драгоценности, либо за иностранную валюту. И тетушка Серафима Сергеевича продавала там свои золотые вещи, на которые он смог потом учиться в музыкальном училище в Москве. То есть вот это как бы связь детства его и его дальнейшего творчества. То есть еще раз подтверждение, что лучшие инвестиции, это инвестиции в образование, конечно. В образование, непременно. Ну, вот интересно ведь, ну, Тульков и Раков, они родились непосредственно в Калуге. А много историй, которые вы перечисляете про композиторов, которые не связаны с Калугой. Ну, имеется в виду, они здесь не родились, на Калужской земле. Фамилия Дрейзен, она не такая известная, как Туликов, но все-таки вы упоминаете о ней. Конечно. Евгений Михайлович Дрейзен – это известный композитор, музыкальный военный дирижер, прошел Первую мировую войну, а потом был ранен и стал вопрос, куда же ехать. И вот его сестра посоветовала ему приехать в Калугу. И жил он у нас в Сорокинском переулке, теперь это улица Чебышева. Евгений Михайлович Дрейзен организовал в Калуге несколько оркестров. Это был оркестр в реальном училище, это был оркестр народных инструментов в детском доме, это был оркестр на курсах красных командиров, которыми командовал Леонид Чижевский, отец будущего ученого, который тоже жил в нашем городе. Когда же он все успевал? Евгений Михайлович Дрейзен, да, он испевал много, а еще он руководил оркестром в кинотеатре «Унион» в нашем городском саду, где его слушал Константин Эдуардович Солковский. И сочинил он очень известное произведение, которое слышали наверняка все – «Вальс Березка». Но немногие знают фамилию автора. Скажите, а где вы всю эту информацию черпаете? Как вы готовитесь к своим экскурсиям? Мы много читаем краеведческой литературы, мы много находимся в библиотеках, мы посещаем различные конференции, ну и еще рассказы жителей города, например. А есть какой-то профсоюз экскурсоводов города Калуги? Ну или, я не знаю, какой-то клуб по интересам, где собираются все экскурсоводы, и тут начинается, история оживает. Нет, ну, к сожалению, пока такого вот профсоюза нет. Кстати, хорошая идея. Очень хорошая идея, она витает в воздухе, может быть, она когда-то осуществится. Но собираемся мы, конечно, очень часто, вот мы, наша группа, которая закончила курсы экскурсоведения, мы очень часто собираемся вместе, делимся своими мнениями друг к другу, какую-то информацию подсказываем. То есть у нас нет такой конкуренции, чтобы вот кто-то что-то не рассказывал другому. Мы все друг другу очень помогаем. А насколько калужане часто интересуются историей родного города, вы заметили? А вы знаете, вот сейчас все больше и больше, потому что раньше как-то интерес был к дальним странам, а сейчас, наверное, к своей малой родине проснулся интерес. Ну что ж, друзья мои, пусть этот интерес не угасает. Елена Ильина, экскурсовод, музыкальные экскурсии проводит по городу, ищите в социальных сетях, естественно, приходите и наслаждайтесь историей музыки Калуги. Мы продолжаем «Утро первых». Далее в программе «Утро первых». Кто надрезал хлеб? И вот однажды их терпение лопнуло. Почему уколы делают в такое неудобное место? И зачем избушки куреножки? Пять первых фактов, которые сделают ваше утро в подборке Сергея Ремезова. Построил практически все. Сегодня торжественно открывает памятный знак зодчему Петру Никитину. Все подробности у автора монумента. Как стать звездой? Не было такого прям конкурса-конкурса, где там стекла в ботинки подсыпают. Участница федерального телепроекта в рубрике «Полный пепитр». 60% пар после того, как поженились, начинают набирать вес. Поэтому следите за своим здоровьем и смотрите новости в программе «Утро первых». В России запустят программу долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий закон подписал президент. Программа позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку. Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным кодом минимум на 15 лет. Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами. Таруса отмечает свое 777-летие. Красивую дату городок на Оке будет праздновать всю неделю. Различные мастер-классы, фестивали уличного кино и выставки ждут жителей и гостей города в будние дни. А в эти выходные планируется основная программа. Концерты, ярмарка, аттракционы и многое другое. Афиши мероприятий можно найти в сообществе Тарусского района ВКонтакте. Приглашают всех. Капитальный ремонт ждут синие мосты в Калуге. Их планируется закрыть через две недели. Именно к этому времени должны закончить работы по подготовке объездных путей. Тогда рабочие смогут приступить к перекрытию объекта. Минский тракторный завод показал свой гоночный болид. Машина собрана из деталей трактора и может разгоняться до 320 км в час. Отмечается, что болид на ходу и полностью рабочий. Тем не менее, он пока не производится массово и недоступен для покупки. В Нидерландах для борьбы с следителями стали использовать крошечные беспилотники. С помощью искусственного интеллекта система инфракрасных камер обнаруживает и распознает всех летающих насекомых, которые появляются в воздухе над растениями. Если насекомое полезное, например, пчела, то его оставляют в покое. Система дронов сейчас проходит испытания и полноценно запустится только к концу этого года. Продолжение следует... Сегодня, 12 июля, в Тарусе откроют памятный знак, посвященный выдающемуся русскому зодчему Петру Никитину. Почему именно непосредственно в Тарусе? Выясним непосредственно у нашего главного архитектора города Калуги. У нас Алексей Олегович Комов в гостях. Алексей Олегович, приветствую. Доброе утро. Очень приятно. Наводит на мысли, что получается, Петр Никитин проектировал не только Калугу? Он был архитектором практически всей губернии. Правда, это так не называлось, но при генерал-губернаторе Кричетникове он отвечал за все города, не только столицы. И в 1777 году, собственно, Таруса получила регулярный план за год раньше, чем Калуга. Калуга в 1778 году получила. А вот в 1777 году, когда в Калуге был построен каменный мост Луторуса, появился регулярный план, где, собственно, он заложил не только регулярную систему улиц, и самое главное, вот этот вот центр, которым является храм святых апостолов Петра и Павла, рядом с которым, собственно, будет сегодня открыт в 12.00 и освящен памятный знак. Сам храм потом уже построил его последователь Ясныгин, следующий архитектор всей губернии, скажем так. Но, тем не менее, именно вот все основные направления развития города, вообще, в принципе, наших калужских городов, потому что в 1778 году, помимо Калуги, получила еще и Жиздра, и Мещовск, в 1779 году и Малый Ярославец, и Боровск. То есть все наши калужские города, они осенены гением Петра Романовича Никитина. Вот мы всегда, когда с вами встречаемся, нет-нет, вот какая бы тема ни была, но прям прослеживается ваше трепетное отношение к гению этого мастера. Почему? Почему вот вы выбрали его, можно сказать, наставником для себя, мне кажется? Ну, дело в том, что он для меня действительно пример служения своему ремеслу, служения Отечеству как архитектор. И то наследие, которое нам досталось, это не только выдающееся здание, причем здание не только в Калуге, да, это и в других, в этих самых маленьких наших любимых городах. Это еще и градостроительное, потому что сам по себе регулярный план Калугии, вот перечисленных мной городов, это такое же наследие, как храм, как, не знаю, там, какие-нибудь палаты или торговые ряды. И градостроительное наследие именно русской архитектуры классицизма, недаром Калугу называют, да, столицы русского классицизма, это важнейшее наследие, которое мы должны сегодня, несмотря на все увлечение урбанистикой и другими активизмами, это самая главная основа вообще развития городов и вообще, в принципе, архитектуры как таковой. Это то самое средоточие наших устремлений, не только современных, не только прокладка сетей, но у Калуги и у наших городов есть вот тот генетический код, который тогда был заложен во времена Екатерины II, когда из древнерусских поселений за короткое время наши города превратились в имперские где-то столицы, где-то уездные центры. Но это была единая, единовременная такая ансамблевая история, которая сделала действительно большой прорыв. И я недаром называю Петра Романовича не просто там салковским русской архитектурой 18 века, но вообще, в принципе, это есть авангард, да, русский авангард 20-х годов, 20-го века, да, но вот это такой же авангард, но к концу 18-го века. Вы же правильно сказали, были обычные крестьянские, казалось бы, поселения, ну, так или иначе, не имели никакого грамотного плана застройки. Откуда он такой гений, это Петр Романович? Где он учился и откуда он подчеркнул свои знания? Он учился у архитектора Ухтомского в Москве, более того, он был его последователем и некоторое время был главным архитектором Москвы. Потом перед Калугой, он работал в Твери, и, собственно, Тверики тоже его считают своим. Там тоже его генплан, и тоже его здание, тоже его ансамбль, и там он оставил своего ученика, не менее выдающегося архитектора Матвея Казакова, да, который наряду с Василием Баженовым, это такая тройка Баженов, Казаков, Никитина, они построили Царицыно. А вот какая-то особенность, какая-то фишка именно Петра Романовича Никитина? Петра Романовича Никитина, особенность в том, что он, знаете, вот если говорить о таким современном, таким чиновным языком, комплексный подход. То есть он, а если говорить таким нашим архитектурным сленгом, он и объемщик, он и, собственно, и городостроитель. То есть от кого-то остаются только исключительно объемы, да, вот еще раз говорю, там палаты, торговые ряды, либо какие-то здания, да, там особняки, от него осталось такое наследие, которое, видите, еще раз говорю, мы его еще будем проживать, проживать и проживать. Ну вот, кстати, что Масальк, что Таруса, и, мне кажется, еще много городов есть по этому принципу построены непосредственно Петром Никитиным. Как лучи к центру они идут? Это вот можно выделить это? Это классическая традиция, да, более того, еще нужно понимать, что мы, вы сейчас говорите, мы смотрим это в плане, в плоском. Гений Никитин, опять же, если говорить про Калугу, про вот эту вот трапецию, да, с круглыми площадями, это не просто какое-то там, кто-то говорит, масонские там символы, знаки, символы, достраивает эту фигуру там через правый берег. На самом деле это, по сути, гений Никитин заключается в том, что он с помощью вот этого классического метода, классического языка расшифровывал русский ландшафт, сложный, непростой, и вот эта трапеция, если в пространстве, как оригами, это на самом деле такой амфитеатр, который спускается к реке. И вот эти, скажем так, если геометрически говорить, ребра, это те самые овраги, да. Ну что, друзья мои, вот сегодня мы будем чествовать этот гений. В Тарусе открывается памятник Петру Никитину в 12.00, рядом с собором святых апостолов Петра и Павла. Присоединяйтесь. Мы продолжаем это «Утро первых», далее рубрика «Пять первых». Вы когда-нибудь задумывались, зачем на батонах сделаны надрезы? Почему избушка именно на курьих ножках? И каким образом Бах при полной глухоте писал шедевры классической музыки? Странно, не правда ли? Доброе утро, дорогие друзья, с вами Сергей Ремезов, и сегодня я расскажу вам о пяти интересных фактах, которые с детства знает каждый, но никто никогда не задумывался, откуда вообще все это взялось. Есть одна вещь, которую ненавидят абсолютно все. И нет, это вовсе не ремейк «Русалочки» в 2023 году. С самого рождения мы все ненавидим уколы в наше самое мягкое место. Ужас, ярость, паника одновременно рождаются в голове, когда врач говорит «Так, ну снимайте штаны и ложитесь на кушетку». И это происходит абсолютно в любом возрасте. В этот момент ощущения от вида шприца сравнимы разве что с первобытным страхом при виде бегущего на тебя медведя. Но почему уколы ставят именно в это сокровенное место? Все из-за того, что во время любой внутримышечной инъекции требуется ввести препарат в максимально развитую мышцу и подальше от нервов и сосудов. Так лекарство через волокна плавно распространяется в кровь. Следовательно, более подходящего места, чем булки, найти очень трудно. А сейчас почувствуйте эти прекрасные ощущения. Вы нарезаете батон на хорошие ломтики, обильно смазываете их сливочным маслом и сверху обязательно кладете кусочек сыра. Ммм, самый вкусный завтрак всех времен и народов. И абсолютно каждый раз вы видите, что батон сверху имеет косые надрезы. Но откуда они вообще взялись и на что такая мода? Первыми придумали надрезать хлеб французы. Там у пекарей особо развито чувство прекрасного. Они всегда и везде стремятся к совершенству. И вот однажды их терпение лопнуло вместе с очередной лопнутой корочкой в идеальной форме батона. И они стали сами заранее делать аккуратные надрезы, чтобы предотвратить трещины и сплошную твердую корку после запекания. Этот метод быстро ушел в массы, и французы довели его до совершенства. А знаменитые пекари придумывали свои бренды, делая фирменные надрезы на выпечке. Так, ребята, а теперь замрите и не шевелитесь. Сейчас вылетит птичка. Скорее всего, в детстве вы неоднократно слышали эту фразу от фотографов. Но откуда она вообще взялась? Дело в том, что до того, как появились навороченные фотоаппараты, приходилось прилагать большие усилия, чтобы сделать качественный снимок. Модели должны были замереть на несколько секунд, чтобы кадр получился не смазанным. Взрослые с этим легко справлялись. Но вот что делать с детьми? Фотографы прошлого во время групповых снимков детей обещали им показать птичку, влетающую из камеры. Так у них получалось заставить детей замереть. А самое главное, что блестящая латунная птичка действительно вылетала, да еще и со звуковым сопровождением. В итоге дети счастливы, а фотограф доволен. Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Зачем? Нафига это вообще нужно? И почему избушка на курьих ножках? Бетонный фундамент уже никого не устраивает? Согласитесь, вы вряд ли в детстве задавались этими вопросами, читая русские народные сказки. Но оказывается, что это вовсе не сказочный вымысел, а настоящая и довольно мрачная история. Дело в том, что избушка на курьих ножках – это не что иное, как склеп. Славяне предпочитали складывать своих почивших товарищей в деревянные срубы, которые на Руси устанавливали на пеньки с подрубленными корнями, и так они напоминали куриные ноги. Называлась эта конструкция «изба смерти». Также считалось, что через лес можно было попасть в мир мертвых, а избушка, стоящая на опушке леса, – ничто иное, как портал на границе двух миров. Изба смерти дверью повернута к лесу, то есть к миру мертвых и потусторонних сил. Вот теперь подумайте, действительно ли нужно, чтобы избушка повернулась к вам передом? Это все, конечно, весело и прикольно, но что там насчет Баха? Каким образом этот гений писал крутые треки при абсолютной глухоте? Ответ весьма неожиданный. Этот парень слышал зубами. Зажав трость во рту, он прислонял другой ее конец к роялю. А звук, в первую очередь, это вибрации, распространяющиеся в пространстве. Трость в данном случае служила проводником, передавая вибрации от рояля через зуба к внутреннему уху композитора, которое, в отличие от внешних, было здорово. Таким образом, Иоганн Себастьян Бах научился слышать при полной глухоте. Что тут сказать? Гений? Ну а на этом все, дорогие друзья. С вами был Сергей Ремезов, и я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Радуйтесь мелочам и не переживайте по пустякам. До скорых встреч! У нас сегодня получается такое поэтично-музыкальное утро, и мы не будем останавливаться. Дарья, передаю слово нашему корпоративному моторчику Артему Жулеву. Его блог полный пипитен. Нравится нам всем. Снег на моей голове Снег первый раз в этом городе Стекла в ботинки подсыпают. Я не считаю, сколько у меня песен есть. Басисты теряются, барабанщики теряются. Так бывает. Мы с ним садимся за компьютер и, собственно, пишем. У нас на концертах всегда танцуют под нее пара. Танцуют? Да. Но дома-то я все равно мама. Рок-певица, участница телепроекта «Звезда-2023», педагог по вокалу и любящая мама. И это все не обо мне, а нашей сегодняшней гости. Нора, она же Анна Малолетнего, сегодня у нас в гостях. Аня, привет! Всем привет! Рассказывай, вообще, как так получилось, что ты попала на вот этот большой телепроект? Рассказывай. Я попала на телепроект, я подала заявку, прошла кастинг и попала туда. То есть никаких приворотов, никаких там ничего не было, такого вот подстольного, что называется? Нет, абсолютно ничего не было. Все, наверное, как у всех. Абсолютно стандартная заявка, стандартный закрытый кастинг. Вот, и потом мне позвонили, сказали, что вы в проекте. Ну, ты была в проекте. Расскажи свои эмоции, свои ощущения. Как это вообще? Это очень круто, на самом деле. Это... Когда я ехала туда, у меня не было каких-то прям ожиданий, каких-то стремлений. Не знаю, я не ехала туда побеждать, прям побеждать. Но мне было интересно поучаствовать, вот, наполниться какими-то эмоциями, зарядиться чем-то. И действительно, я туда приехала, и там огромное-огромное количество талантливых, активных, классных, открытых ребят, с которыми мы подружились, и с которыми... Мы подружились, да, и мы стали общаться, мы сейчас общаемся, и все друг друга поддерживали, и все помогали друг другу. И это было очень классно. То есть там не было такого прям конкурса-конкурса, где там стекла в ботинки подсыпают. Все было очень искренне, по-доброму, и прям, ну, классно. Прям атмосферно очень. Слушай, ну, это самое главное, наверное. Ты пела песню «Ваенги», «Снег», но при этом ты композитор. У тебя есть, собственно, свои песни. Почему не дали спеть свои песни? Свои песни, к сожалению, поются только в финале, в который я, к сожалению, не попала. Но эта песня, она действительно была вот мне близка в какой-то момент, и мне кажется, я смогла донести вот эту историю, которая рассказывается в данной песне. Слушай, а вот, в общем-то, ты, опять же, повторюсь, композитор. Сколько песен, альбомов уже есть? Вообще, расскажи о себе. Я не считаю, сколько у меня песен есть. У меня очень много песен есть, они лежат там где-то на полочке, вот, и ждут своего часа. В ближайшее время, в ближайшие, ну, знаю, пару месяцев, наверное, мы выпустим сразу два трека новых. Следите за социальными сетями. Слушай, вот как раз-таки о одном из твоих треков. Давай послушаем песню «Выше». Я нашел ее, между прочим, в лайв-варианте, то есть в живом исполнении, с вашего концерта. Я думаю, так лучше. Почему? Потому что, ну, живой голос, он есть живой голос, верно? Я знаю, ты слышишь, тихонечко ты слышишь, и не надо нам. Слушай, а как называется прием? Вот этот вот, та-та-ра-та-та-та, вот этот вот субтон или что это? Ну, она очень легкая песня изначально, она поется на очень... Таком полусубтоновом звуке, но это все равно не совсем субтон. А я напомню, субтон, это такой вокальный шепот, да? Да, но он не совсем шепот, он все-таки звук, но очень такой аккуратный. Ну да, да, облегчает, да, получается? Так, его припе, верно? Угу. Уже развитие пошло, да, динамика, наращивание. Тут уже, получается, на груди поешь, да, полным голосом, верно? Да, здесь звук уже ярче, более полный, но он еще все равно не совсем полный, он опять же дозированный. Как рождаются песни? Ты сама пишешь музыку, сама пишешь текст или тебе кто-то помогает? Рассказывай. Мне приходит в голову какая-то мысль. Эта мысль может быть какое-то состояние, не какое-то даже, может быть, слово просто, которое мне в данный момент хочется как-то обыграть. Вот. Дальше как-то это все обыгрывается, соответственно. Вот, получается, какая-то мысль более оформленная. И, ну, я пробую понять вообще это. Можно пропеть как-то? Если можно, да, из этого, получается, песня. Я, получается, делаю текст, прикидываю вокальную партию, прикидываю, как это должно быть, в каком жанре, в какой характеристике музыкальной, что это грустное, медленное, или, наоборот, подвижное, или что это вообще и как. А потом дальше мы с Денисом, это мой муж, и по совместительству наш аранжировщик и саунд-продюсер проекта Нора, мы с ним садимся за компьютер и, собственно, пишем все это, как это должно быть. Продолжим слушать, да, вот, по-немногому, в основном, сейчас там будет кульминация, я полагаю. Помогаешь рукой, да? Высокие ноты, да? Я просто люблю рукой работать, она мне всегда помогает, вообще во всех песнях, наверное. Вот моя кульминация, да, вот на втором бревере. Аня, вот еще один вопрос, собственно, у меня сразу созрел. Скажи, пожалуйста, вот у вас там получается гитарист, бас-гитарист и ритм-секция в виде барабанщика, да? Конкретно на данном концерте там просто не было басиста, вообще у нас еще есть басист. А, то есть тут две гитары. Рокировочка там просто, да, там произошла, у нас не было басиста, а теперь он нашелся. А басисты теряются, получается, или что-то? Ну, бывает, да, басисты теряются, барабанщики теряются, так бывает. Ну, это музыка, в общем-то, все понятно, люди творческие, музыкальные, я тебя понимаю. Ну что, давай дальше дослушаем. Слушаем, такая принятоведная совершенно песня. Очень лиричная, очень красивая. У нас на концертах всегда танцуют под нее пары. Танцуют? Да. Ну, это медляк такой. Да, высокая нотка вверху и на груди причем. Слушай, а вот эту нотку высокую взяла. Та-та-та! На чем? На груди, наверное, белтинг какой-то. На чем? Диафрагма, да, есть такая специальная мышца у человека, она должна работать у вокалиста. Он должен очень хорошо знать, где она находится. Да, ну, в общем-то, находится она вот здесь вот, чуть-чуть ниже, получается, рёбер, получается, даже где-то вот на уровне. Ну, это как у мужчины, да, у женщины немного по-другому все-таки аппарат. Ну, как на первом занятии по вокалу говорят, три пальца над пупком. Да, да, ну, само собой, у каждого своя, да, вот, получается какая-то тактика. Но смысл в том, что первое занятие у вокалистов – это дыхание. Ну, как бы, если ты не умеешь дышать, то, собственно, вокала не будет. Поэтому нужно учиться правильно дышать, чтобы петь, дорогие друзья. Вот, и чтобы брать такие высокие ноты, также нужно уметь пользоваться вот этой мышцей, диафрагмой. Потому что, если ей пользоваться неправильно, в самом худшем случае можно порвать связки и вообще лишиться голоса. Ну, а в самом, в общем-то, не очень худшем случае просто не спеть эту ноту. Поэтому думайте сами, решайте сами. Мы тебя только что посмотрели, разобрали, да, песню. По косточкам. Ну, не то чтобы по косточкам, но разобрали. И я предлагаю теперь тебе показать это в нашей студии прямо сейчас, как, в общем-то, это звучит вживую. Поехали. Давай. Я знаю, ты слышишь, тихонечко тышишь. И небо над нами, бирюзовыми волнами, где-то там. Я хочу подняться ввысь, и ты меня дождись. Я лечу выше, прямо над крышами. И небо над нами, бирюзовыми волнами, где-то там. От счастья не дышим. Ласточек слышим. И теплое лето гладит ветром по волосам теплую воду, родную свободу. От звуки ночи и радости строчки я не отдам. От звезд до рассвета, огнями кометы. И мы с тобою поделим небо напополам. Я поднимаюсь ввысь, только ты меня дождись. И я лечу выше, прямо над крышами. И небо над нами, бирюзовыми волнами, где-то там. От счастья не дышим. Ласточек слышим. И теплое лето гладит ветром по волосам. Яркая, харизматичная нора, друзья, была у нас в гостях. Полный пипитр. До связи. Итак, друзья, отличные новости у меня для вас. Напоследок Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные со счетов средства. Ну, то есть теперь мошенники для обычного физлица не так уж и опасны, по сути. Ну, так-то или нет, давайте разбираться. Госдума обязала российские банки проверять все денежные переводы физических лиц и в течение 30 дней после обращения непосредственно клиентов в банк возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия. Что это значит? Ну, вот тут есть небольшое пояснение. Ну, во-первых, стоит говорить о том, что сразу во втором и третьем чтении без каких-либо препятствий этот закон был принят, и злоумышленникам теперь ничего не остается, как развести руки в сторону, потому что за ними будет строгий контроль. Так в каких же случаях возможен возврат? Значит, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, ну, то есть они учитывали, что это мошенники, сами допустили этот перевод, они вам возместят. Если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента, то есть вы не соглашались деньги переводить, деньги были списаны со счета, и при этом вас еще не уведомили. Если вы потеряли карточку свою, ну, то есть платежное средство, это еще один, собственно, случай, если вы потеряли платежное средство, заявили об этом в банк, но деньги при этом все равно списали. В этом случае также будут вам деньги возвращены, напоминаю, собственно, основываясь на вашем заявлении в течение 30 дней. Так что, на мой взгляд, неплохой закон, который поможет сохранить наши средства. Мы сделали все, чтобы ваше пробуждение было ярким и интересным. Каким будет день, зависит исключительно от вас. Утро первых. До встречи завтра ровно в 7 часов. Редактор субтитров А.Семкин